В этом году международный инвестфорум «Мельница успеха» примет Бобруйск, культурная столица Белоруссии 2017. Но уже в следующем году форум вернется в Могилев, и местом его проведения по предварительным планам станет административно-деловой центр, который сейчас энергично строится в самом центре города. 9 этажей, более 30 тысяч квадратных метров, новые рабочие места. Ирина Борделовская расскажет все подробности проекта. Когда-то на этом месте стоял Могилевский центральный дом быта. Построили его в 1973-м по типовому проекту. Три года назад старое здание снесли, чтобы возвести на его месте самый большой в Могилевской области административно-деловой центр. Только подготовка строительной площадки заняла полгода. Проект центра разработали архитекторы института «Могилев-граждан-проект». Инвестором и заказчиком выступила частная компания «Шафак-88». Работы начались в 2014-м, и сегодня центр уже приобретает свои очертания. К нему подведены все инженерные сети и коммуникации. Почти завершен семиуровневый паркинг на 300 автомобилей. Строится монолитный каркас главного здания. В нем планируют разместить четырехзвездочную гостиницу со спа-центром, фитнес-залом и бассейном. Также у нас будет офисно-деловая зона с конференц-залами, объекты общественного питания, рестораны, кафе, офицерии. Также будет развлекательный центр для детей большой, а также кинотеатры современные размещены в данном объекте. По проекту «Центр» это несколько зданий высотой от четырех до девяти этажей с атриумами и остекленным внутренним двором. Они будут освещаться фонарями, что придаст интерьеру воздушность и легкость. Снаружи по благоустройству можно выделить так называемые сухие фонтаны, когда нет чаши с водой, но вода просто будет уходить под плитку и, в принципе, прямо вот можно подойти, будет рядом фонтанов пройти. Чтобы гармонично вписать административно-деловой центр в Могилевский архитектурный ансамбль, его объединили с соседними зданиями. Вот видно, как здание церемонстического центра в одном общем объеме гармонирует с нашим административно-деловым центром. Еще в центре планируют открыть ателье, мастерскую по ремонту обуви, фотосалон и парикмахерскую. Так что старый добрый дом быта скоро вернется на свое прежнее место, но в новом облике.